всем привет любите ароматного табака подоспела очередная порция табачных новостей о которых я вам сейчас с удовольствием расскажу итак журнал top cigars снова в очередной раз уже 1251 публикуют статью о том как отличить оригинальную кубинскую сигару от неоригинальной в этот раз статья называется хабана или хавана тонкости маркировки и в общем-то в статье рассказывается о том как в какие года и маркировались кубинский сигар чтобы мы с вами без проблем могли отличить подделку от оригинала ну если у нас руках допустим винтажные сигары в частности в статье говорится о том что после кубинской революции был был принято решение использовать для маркировки кубинских сигар исключительно испанский язык поэтому все названия там каиба это не кахиба потому что друзья это не английский а испанский язык обращайте внимание ну соответственно после 60 года пришло знаменитых хэтчо энд куба ну а с 89 года вместо хэтчо надписи хэтчо энд мана сделано вручную было размещено элитное тотал мэнта амана уточняю что сигары сделаны полностью исключительно вручную но интересная друзья статья небольшая кому интересно кто интересуется историю кубинских сигар почитайте я думаю что будет интересно ссылочка друзья на все источники по традиции под роликом профессиональный журнал табаку публикует статью о том что трат россиян на табак выросли в два раза по данным распотребнадзора с 2011 по 2016 годы трат россиян на табак выросли в два раза по информации расстата за этот период средняя цена пачки сигарет выросла почти в три с половиной раза до 75 рублей друзья каждый из курильщиков наверно содержит двух пенсионеров журнал сигар тайм снова сенсать кубинский чем-то прям новости публикует интересную статью и под солнцем и под пленкой статьи рассказывается о том что на кубе существует два способа выращивания табачных листьев под пленкой под открытым небом или как говорят кубинцы под солнцем соответственно стать статье говорится о том что табак выращиваемый под пленкой используется для выращивание тонких листьев которые идеально подходит для покровных листов но табак под солнцем дает более жесткие листья и этот лист используется в качестве наполнитель из визующих листов. Сигарные новинки. Журнал сигаров Сианада повествует нам о том, что на рынок выходит новая линейка Давыдов Шипс 2010 и 2011. Чем эта сигара интересна? Блендингом этой смеси занимался сам Эладио Диас. Это главный блендер Давыдов. Сигар называется Мастер Селекшн. В линейке будет 6 сигар. Средняя цена на сигар, как пишется в статье, будет в районе 35 долларов. Это очень дорогая сигара. Может, действительно будет вкусная. Так, ну, линейка Алик Брэдли Black Market. Пополняется еще одной сигарой. Сигара будет называться Элисит. Ну, цена сигары будет 8,75 за сигар. Но цену называют, друзья, американские, потому что это, соответственно, американские источники сигаров Сианада. Пикадилли запускает винтажный проект. Коробки по 100 сигар. Ну, это, друзья, уже что-то очень дорогое. Поэтому уже по 47,50 долларов за сигару. Ящик 4750 долларов будет стоить. В ящике будет располагаться, соответственно, 100 сигаров. Сигары, соответственно, 1932 года выпуска. Что-то, друзья, мода на винтаж. Кейсада представляет также винтажные сигары под названием резерва привада Barberpolis. Ну, тут интересный, друзья, тут концепт. То есть, в составе этой сигары будет 20-летний табак, который использовался при первых двух изданиях резерва привада. Ну, интересно, друзья. То есть, часть табака в сигаре будет из той, которая впервые выпущена была на фабрике. Интересно. Ну, также Кейсада выпускает сигару Октоберфест 2017. Вообще, традиционно они делают сигары под Октоберфест. В прошлогоднюю сигару Октоберфест Кейсада я курил. Очень интересная была сигара, приятная. Хотя, в принципе, у меня отношение к Кейсаде такое достаточно сдержанное. Но Октоберфест хорошую сигару сделали. Русский табак-журнал сообщает нам о датах проведения выставки в Дортмунде. 22 по 24 сентября выставка пройдет. Ну, очень интересная выставка для любителей табака, сигар. Интересно, друзья, интересно. Сигарбум сайта и Антон Островский всегда очень интересно повествует нам об этой выставке. В группе ВКонтакте всегда вам интересные фотки выкладывает. Ссылочка, друзья, на группу ВКонтакте в описании к видео есть. Проходите, подписывайтесь, не забывайте. У нас очень весело, жарко бывает даже иногда и очень интересно. Пожалуй, это все новости. Спасибо вам, что выслушали меня до конца, досмотрели этот ролик до конца. Повторюсь, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Все внизу под видео. До новых встреч!